Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые члены попечительского совета, уважаемые гости, уважаемые коллеги, разрешите поприветствовать вас в Дипломатической Академии и объявить наше расширенное совещание попечительского совета Дипакадемии открытым. Прежде всего, я хотел бы сообщить о том, что у нас три новых члена в совете и представить их. Это Александр Леонидович Манилов, председатель Координационной службы Совета командующих пограничными войсками государств, участников СНГ, генерал-полковник. Александр Леонидович давно сотрудничает с Дипломатической Академией, читает здесь лекции уже на протяжении как минимум 15 лет, в том числе на высших дипломатических курсах для наших послов, посланников и генеральных консулов. Мы очень благодарны Александру Леонидовичу за тесное сотрудничество с Дипакадемией. Новый член нашего совета Ольга Александровна Плешакова, генеральный директор ТрансАэра, у которой некоторые родственники даже учатся в Дипакадемии, и теперь мы договорились сотрудничать уже с компаниями нашими. И еще один новый член нашего совета это Александр Иванович Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации, генерал-полковник юстиции, он должен был участвовать в этом заседании, пока его нет, но в любом случае я вот хочу сказать, что и с Александром Ивановичем Бастрыкиным Дипакадемия очень тесно сотрудничает, он тоже у нас читает лекции, делает это с удовольствием. Вот недавно он выступил на высших дипломатических курсах и сказал мне, что он готов выступать и в других программах здесь, в том числе и в общеобразовательных читать лекции. Вот это наши новые члены. Я хотел бы также отметить, что в нашем совещании сегодня участвуют гости. Прежде всего это Игорь Сергеевич Иванов, наш прошлый министр иностранных дел Российской Федерации, наш начальник. Сейчас он президент Российского Совета по международным делам и мы тоже тесно сотрудничаем с этой организацией. Благодаря Игорю Сергеевичу и его коллегам мы, я имею в виду Дипломатической Академии, очень благодарны, что Игорь Сергеевич нашел время сегодня принять участие в нашем совещании. Еще наши гости это Сергей Александрович Григорьев, советник председателя Совета директоров компании Еврахим, тоже бывший сотрудник Министерства иностранных дел, известный китаист. Это сейчас бизнесмен. Участвует также Игорь Николаевич Урицкий, в прошлом посол, сейчас советник компании, которая связана с Еврахимом, компанией СОЭК. И участвует также Владислав Владимирович Лагутин, коммерческий директор компании Росинвест Агро. Ну и от Министерства иностранных дел у нас участвует Гармонин Сергеевич, директор департамента кадров Министерства иностранных дел. Спасибо всем за то, что вы согласились участвовать в нашем совещании. Я напомню, что главная тема нашего совещания это рассмотрение вопроса об учреждении в дипломатической академии именных стипендий, именных грантов и создания фонда переподготовки и повышения квалификации для представителей иностранных государств, прежде всего государств СНГ. Эта идея была выдвинута Валентиной Ивановной Матвиенко на прошлом заседании повещательского совета дипакадемии, которое состоялось 14 января этого года. Эту идею с энтузиазмом поддержали и члены повещательского совета, и, конечно же, мы в дипломатической академии. Я объясню, почему в своем выступлении, несколько позже. А сейчас, я считаю, было бы логично попросить Валентину Ивановну Матвиенко выступать. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый Евгений Петрович, уважаемые коллеги, я рада приветствовать всех вас на очередном заседании попечительского совета дипломатической академии, также рада приветствовать новых членов попечительского совета. Наша команда пополнилась новыми, замечательными людьми, это значит, что появятся новые идеи, свежие мысли, и уверена, что наши коллеги активно включатся в нашу общую совместную работу. Юрий Викторович Ушаков, который является председателем попечительского совета, должен был быть, просил также всех поприветствовать от его имени. Срочные вызовы у него, он не смог приехать, так что я передаю вам и приветствую председателя нашего попечительского совета. После предыдущего заседания прошло 4 месяца, за этот небольшой срок дипломатическая академия проделала большой объем полезной работы, продвинулась в решении актуальных задач. Я думаю, что Евгений Петрович сегодня доложит попечительскому совету, что удалось сделать за эти 4 месяца. Коротко, мы знаем о плодотворной работе высших дипломатических курсов для вновь назначаемых послов, посланников и генконсулов. Наслышаны об очень хороших, позитивных отзывах об этих курсах. Некоторые из опытных дипломатов участвовали в высших дипломатических курсах не впервые, и все они отмечают, что уровень организации и содержания их заметно вырос в сравнении с прошлыми периодами. Рада тому, что свою достойную лепту унесли в это дело и члены попечительского совета. Уже Евгений Петрович сказал о очень интересных лекциях Александра Ивановича Бастрыкина. Благодарю также Андрея Юрьевича Беленинова, Константин Ивановича Косачева, Александра Ивановича Манилова, Михаила Витальевича Маргилова, Юрия Анатольевича Чеханчина за активное участие в работе этих курсов. Это хорошая традиция, ее надо всемирно поддерживать. К тому же курсы очень квалифицированы и заботливо опекает Владимир Геннадьевич Читов. Хотелось бы вместе с тем, чтобы некоторые государственные структуры, которые приходят на эти курсы, повысили уровень своего представительства в составе лектора. В частности, это касается Министерства культуры, экономического развития финансов, Министерства обороны, Генеральной прокуратуры. Я со своей стороны коллегам подскажу, что если уж вы идете в дипломатическую академию, то это должен быть соответствующий уровень людей, подготовленных для чтения лекции, а не для того, чтобы отметиться. Думаю, неплохо было бы привлечь к этим курсам и членов московского правительства. Из научных достижений Академии выделю завершение редакционной подготовки очередного дипломатического ежегодника, выход в свет ряда важных монографий, учебников, многочисленных статей, проведение крупных форумов, в том числе по международно-правовому обоснованию, вхождению Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. По перспективным отношениям России с Западом, актуальным проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона и целого ряда других. Новый стимул научной работы должно придать то, что Дип-Академия наконец получила в рамках госзадания бюджетные субсидии на научное исследование, чего раньше не было. Вы помните, на первых заседаниях Попечеческого Совета эта проблема звучала остро, сейчас это уже обеспечивается государством, наверное, не в том объеме, как бы хотелось, но тем не менее, лиха беда начала, будем и дальше содействовать тому, чтобы эти бюджетные субсидии были в достаточном размере. В финансово-хозяйственной сфере радует то, что уже начали осваиваться дополнительные бюджетные целевые субсидии, которые были выделены специально дипломатической академией в объеме 107,5 миллионов рублей. Я здесь приложена справка, я надеюсь, что она у членов Попечеческого Совета есть, где освещено, сколько уже прошло конкурсов, на какую сумму. Очень важно, что капитальный ремонт общежития, которое давно нуждалось в капитальном ремонте в соответствии с контрактом, будет завершен 20 августа. замена системы отопления в основном здания на Остоженке, работы по увеличению электрической мощности в здании на Остоженке, в чем также была острая необходимость. И целый ряд других важных объектов для того, чтобы их привести в порядок, тем более в год юбилея. Но, разумеется, мы исходим из того, что руководство дипломатической академии будет осуществлять жесткий контроль за рациональным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, за качеством выполняемых работ. Важно, чтобы ни один рубль не пропал, что называется, или использовался неэффективно. И в то же время очень важно, чтобы все эти средства были освоены вовремя, иначе они могут снова уйти в бюджет. Хотелось бы, чтобы все было сделано в сроки, качественно. Это даст основания и дальше оказывать поддержку в решении хозяйственных вопросов. Хочу побдарить членов попечительского совета, которые помогают активно дипломатической академии также в решении финансово-хозяйственных вопросов. Ваше активное и предметное участие, дорогие коллеги, обеспечило реализацию хорошей инициативы, обеспечении обучреждений в дип-академии, именных стипендий и грантов, прежде всего, в чем очень большая необходимость для граждан стран СНГ. А также благодарю вас за ваше активное участие в создании фонда переподготовки и повышения квалификаций дипломатов из дружественных России государств, в чем также была большая потребность. В этой связи хочу обратить внимание на одно важное обстоятельство. Несмотря на обострившуюся вокруг нашей страны международную обстановку по понятным причинам, навязывание различной или угрозы различного рода санкций, связи дипломатической академии с внешним миром продолжают расширяться, углубляться, в том числе с нашими западными партнерами. Это абсолютно правильно. Буквально на днях академия заключила многообещающее соглашение о сотрудничестве с лондонской дипломатической академии, итальянским обществом, содействием международным организациям. Кстати, президент общества, бывшему министру иностранных дел Италии Фратини завтра в этом зале будет вручен диплом почетного доктора дипакадемии МИД России. Через неделю такая же церемония устраивается для отца сингапурского экономического чуда Ли Куана. Все это является, безусловно, вкладом дипакадемии в укрепление позиции нашей страны на мировой арене подтверждают, что дипломатическая академия надежная площадка для подготовки, переподготовки зарубежных специалистов, международников, которые выросли бы в доброжелательных партнерах, а еще лучше в наших друзей. Конкретные механизмы реализации проекта по стипендиям и грантам изложит ректор академии Евгений Петрович Бажанов. Я же призываю членов попечительского совета определиться уже сегодня, кто и в каком проекте будет участвовать с тем, чтобы мы могли принять уже окончательное решение и запустить эти проекты. Надеюсь, в частности, на поддержку этих важных инициатив со стороны Хазрета Меджидовича Савмена, компании «Трансайра», группы «Сума», компании «Еврахим», госкорпорации «Растех». Это наши ведущие, крупные, известные компании. Я думаю, что их поддержка подготовки, переподготовки кадров дипакадемии, тем более, что эти страны сотрудничают со многими зарубежными государствами, в том числе со странами СНГ, и такой вклад, безусловно, будет высоко оценен. Хочу поблагодарить ректора академии Евгения Петровича Бажанова, руководства дипломатической академии, професко-преподавательский состав. Также хочу поблагодарить членов попечительского совета за ту большую работу, в целом общую работу, которая была проведена по подготовке празднования 80-летия дипакадемии. Сейчас уже можно сообщить, что основное мероприятие – торжественное собрание и концерт по случаю юбилея. Несмотря на некоторые препятствия, возражения, трудности, тем не менее, нам удалось все-таки договориться, и собрание концерта состоится 18 сентября в Большом театре. Если уж падать так с высокого коня, если уж проводить, то в Большом театре, не ниже. Это подчеркивает и статус, и важность нашей дипломатической академии. Хочу, коллеги, поздравить вас со всеми прошедшими майскими праздниками, с наступающим праздником Днём России. В этом году мы все почувствовали, 9 мая и другие праздники прошли в такой особо торжественной, такой победно-эмоциональной, патриотической обстановке в связи с состоявшимся долгожданным воссоединением Крыма и Севастополя с Россией. Крым и Севастополь стали полноправными субъектами Российской Федерации. Это действительно такое историческое событие, которое нашло единодушную поддержку в обществе. Наверное, не было такого события, которое бы так поддержало все население России. И это, конечно, у всех нас вызывает чувство гордости, но не должно быть никакой эфирии. Предстоит очень большая работа по интеграции Севастополя, Крыма в нашу правовую систему, в нашу экономическую систему. Нужно создание всех органов власти в соответствии с российским законодательством. И, конечно же, как можно быстрее создать условия для продолжения работы бизнеса, в том числе перерегистрации его в российскую правовую систему. И я думаю, что еще будет очень много вопросов в этом контексте, в которых также мы рассчитываем на помощь и поддержку профессорского преподавательского состава дипломатической академии. Я благодарю вас за внимание и хочу, чтобы мы провели наше заседание конструктивно, конкретно, предметно и недолго, как мы договаривались. Пожалуйста. Спасибо. Я хочу попросить Сергея Кенча Иванова, у нас ответственный секретарь Попечистского совета, в соответствии с уставом он и должен вести заседание, продолжить. Спасибо большое, Валентина Ивановна. Спасибо большое, Евгений Петрович. В ходе подготовки к сегодняшнему заседанию Попечистского совета и проговора темы, которая вынесена на заседание с членами Попечистского совета, с гостями уважаемыми, которые присутствуют сегодня на нашем заседании. Несколько человек, несколько представителей и бизнес-структур высказались и записались, можно сказать, желающим выступить. В связи с этим, чтобы не растягивать эту тему, я хотел предоставить слово Константину Александровичу Панину, вице-президенту. Сергей Иванович, я извиняюсь. Мне не предоставили. Я сначала призову вслед за Валентиной Ивановной. Я извиняюсь, Евгений Петрович, прошу вас. Можно, да? Да, нужно. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые члены Попечистского совета, уважаемые гости, коллеги, я позволю себе такой краткий отчет дать того, что было сделано за последние четыре месяца после предыдущего заседания Попечистского совета, хотя основное и главное, конечно, Валентина Ивановна уже сказала, я постараюсь не повторяться, но и вторая, и главная часть моего выступления будет посвящена как раз вопросу об учреждении именных стипендий и грантов создания фонда. Хочу изложить наше видение, как эти вопросы можно решать. Значит, вот что касается того, что удалось сделать за последние четыре месяца. Валентина Ивановна уже упомянула, что мы провели очередные высшие дипломатические курсы. Кроме того, за этот период мы провели еще 10 курсов для сотрудников Министерства иностранных дел разного уровня и разных направлений специализации. Провели 12 курсов для представителей других государственных, а также частных российских структур, для лиц, которые занимаются международными делами и 6 курсов для иностранных представителей. В общей сложности обучение по этой линии в дипакадемии за четыре месяца прошло более 400 человек. Это гораздо больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы, естественно, за цифрами не гонимся, но тем не менее, масштабы возрастают в нашей деятельности на этом направлении. Я это хотел отметить. Что касается общеобразовательных программ, то здесь наше основное событие или даже, я бы сказал, достижение. Мы прошли государственную аккредитацию всех общеобразовательных программ на 6 лет. Бакалавриат, магистратура, аспирантура и докторантура. Причем комиссия Министерства образования, которая нас проверяла, констатировала письменно, не просто нам об этом говорилось, но это записано в документах, что у них нет никаких замечаний к нашим программам. Более того, дипломатическая академия с точки зрения организации образовательного процесса и качества этого процесса может служить примером для многих других российских вузов. Что касается науки, Валентина Ивановна уже сказала все, что она сделана. Единственное, могу добавить, что на днях вышел очередной дипломатический ежегодник и журнал «Альма-Матер». У каждого из вас на столе это находится. И вот Валентина Ивановна упомянула о том, что нас наконец начали финансировать в научной области. Мы 23 года добивались того, чтобы нас финансировали, и наконец удалось этого добиться. И это очень важно по ряду причин, в том числе и потому, что прежняя ситуация вызывала трение в нашем коллективе. Преподаватели заявляли, что они работают и зарабатывают, а наука только тратит. Вот теперь наука не только будет тратить, но будет финансироваться из государства. Естественно, мы надеемся, что она еще и будет сама зарабатывать себе, что называется, на жизнь, что сейчас и требуется со стороны Министерства образования. В международной связи Валентина Ивановна отметила, что действительно они у нас не сужаются, несмотря на всю сложность международной ситуации вокруг Российской Федерации продолжает расширяться. И только вот за последние 4 месяца мы приняли 16 иностранных делегаций. И в основном это делегации очень высокого уровня, на уровне руководителей министерств иностранных дел, таких государств, как Индия, Индонезия, Сингапур, Турция, Ирак и ряда других. И подписали еще ряд новых соглашений о сотрудничестве. Очень важные для нас соглашения. Теперь, что касается финансово-хозяйственных дел, то Валентина Ивановна уже основное обозначила. Еще раз подчеркну, что мы получили дополнительные финансовые, сейчас это называется, субсидиями, целевые субсидии от государства на 107,5 миллионов рублей. И это необычная вещь. У всех вузов идет сокращение государственного финансирования. Я недавно разговаривал с ректором РУДЭ, Владимир Михайловичем Филипповым, который, как вы знаете, был министром и возглавляет ВАГ. И вот он пожаловался, что им сократили финансирование на 600 миллионов рублей. А нам увеличили. И, конечно, благодаря Валентине Ивановне Матвиенко, о чем мы уже не раз говорили, и будем продолжать говорить. И, как Валентина Ивановна сказала, деньги начинают уже использоваться. И мы хотим заверить Валентину Ивановну и всех вас, что они будут использоваться, как это требует закон и здравый смысл. Хочу поблагодарить следующих членов Победительского совета за то, что они оказали нам конкретную финансовую помощь. Это Савмен Хазрет Меджидович, это Исам Фарес, это Владимир Михайлович Толеренко, это Андрей Анатольевич Турчак, это Сергей Александрович Коршунов и это корпорация Сургутнефтегаз. Каждый из этих лиц и корпорация, которую я назвал, помогают нам в решение наших хозяйственных вопросов. И деньги, которые мы получили от них, тоже уже используются. Я надеюсь, что мы их рационально используем. Ну и теперь, что касается главного и второго вопроса. Это вот предложение Валентины Ивановны учредить стипендии, гранты и создать фонд переподготовки. Почему мы поддержали с энтузиазмом это предложение Валентины Ивановны? Объясню. Вот мы по распоряжению президента Российской Федерации с 1994 года ежегодно можем принимать на учебу за счет российского бюджета 130 иностранных представителей по рекомендации их министерств иностранных дел. Это страны постсоветского пространства, все. Это Восточная Европа, это Куба, Северная Корея, Афганистан и Вьетнам. Но некоторые из этих стран неохотно посылают нам своих представителей на учебу. В том числе те страны, которые для нас очень важны. Приведу два примера. В прошлом году у нас здесь выступал министр иностранных дел Армении Налбандян. Я его спросил, почему они так мало посылают нам слушателей. Он объяснил. Он говорит, вы знаете, американцы нам дают гораздо более выгодные условия. Они оплачивают нашим молодым дипломатам, слушателям нашей дип-академии дорогу, самолет из Еревана в Вашингтон, туда и обратно в бизнес-класс. Они дают гостиницу 4 звезды, они платят стипендию 2000 долларов, оплачивают культурную программу, материалы для учебы и так далее. Потом у нас выступал бывший уже министр иностранных дел Украины Кожара, которого я тоже спросил, почему Украина почти не пользуется квотой, предоставленной распоряжением президента Российской Федерации. Он то же самое сказал. Он только добавил, что не только американские вузы создают такие условия для украинских дипломатов, но и вузы Германии, Франции, Великобритании и так далее. Это раз. Теперь, что касается фонда переподготовки. Вот здесь как раз совсем другая ситуация. В последнее время просто вал предложений о том, чтобы дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации проводила курсы, краткрасочные курсы переподготовки дипломатов. Такие просьбы поступают из разных стран. И я уже на прошлом заседании говорил, что только за прошлый год мы провели такие курсы для дипломатов Палестины, Ирака, Египта, Йемена, недавно Гвинеи, Лаоса, Мьянмы. И сейчас идут переговоры, к нам обратились с следующими просьбами, с посольствами таких стран, как Турция, Тунис, Аргентина, Мексика, Таджикистан, Казахстан, Вьетнам, Куба и даже вот с такими для нас с вами экзотическими странами, как Бануату, Науру, Тувалу и Фиджи. И они, кстати, в ближайшее время к нам должны приехать. Единственная заглоска в том, что они хотят, чтобы мы ими и авиабилеты оплатили. Они стоят недешево, но в конце концов придется оплачивать. Делает это не дип-академия, естественно, у нас таких денег нет, делает российский госбюджет, мы подаем заявку в МИД, МИД помогает нам выйти на Минфин, МИД выходит на наше правительство и в конце концов появляется соответствующее решение. И вот в соответствии с такими решениями, я повторяю, мы провели уже многие курсы для разных представителей разных стран. Но проблема в том, что денег нам дают мало. А люди приезжают не только молодые. Например, у нас была лаоская группа, это семь человек и все послы, которые работали, некоторые из них в трех-четырех странах уже отработали послами. И, конечно, они хотят хороших условий, хотят хорошую гостиницу, хотят культурную программу. Денег у нас на это нет со стороны государства. Мы платим свои деньги из тех, которые мы получаем из небюджетных поступлений, источников. И в итоге получается так, что чем активнее мы решаем эту, собственно, государственную задачу, тем больше мы несем финансовые потери. У нас бюджет, дипломатическая академия. И поэтому вот идея о том, чтобы вот эти вот расходы не наше государство несло, и дипакадемия, а те наши бизнес-структуры, которые, ну, являются, во-первых, патриотичными, во-вторых, имеют коммерческий интерес работы с иностранными партнерами, чтобы они участвовали вот в программах по учреждению таких именных, повторяю, стипендий, гранта и создания фонда. И, как я понял Валентину Ивановну, и, собственно, мы так все и поняли, речь идет все в обучении представителей страны СНГ. Это то, что нам нужно, по крайней мере, в том, что касается стипендий и грантов. И вот мы, как мы видим схему работы, по каждому из этих трех проектов создается комиссия, состоящая из руководителей дипакадемии и соответствующих бизнес-структур, те, которые готовы участвовать в этих программах. Ну и, наверное, представители министерства иностранных дел. Значит, и вот я отдельно, естественно, скажу по каждой программе. Именные стипендии. Они выдаются тем представителям стран СНГ, которые поступают к нам по распоряжению президента Российской Федерации, то есть за счет российского бюджета и по направлению своих министерств иностранных дел. Они сдают вступительные экзамены. После того, как вступительные экзамены сданы, заседает комиссия, определяет 20 лучших, тех, кто лучше других сдали эти экзамены. И эти люди получают стипендию. 50 тысяч рублей, она небольшая, но все-таки это приплата. С учетом того, что эти люди все-таки посланы не нашим правительством, а иностранными правительствами. Да плюс мы еще за учебу в любом случае платим. Вот 50 тысяч мы считаем, это нормальная сумма. 30 тысяч это на расходы и 20 тысяч это на жилье. После каждой сессии комиссия собирается и рассматривает итоги экзаменов. И если кто-то из этих стипендиантов сдал экзамены не очень хорошо, а именно получил менее 90% от личных оценок, он лишается стипендий, она передается тому, кто такие показатели продемонстрировал. И так после каждой сессии. И таких 20 стипендий в год по 50 тысяч рублей. Это первая программа. Вторая программа это гранты. Это для тех людей, которые поступают к нам из стран СНГ не по направлению своих министерств и не за счет российского бюджета, а как мы это себе видим, по рекомендации наших посольств и представительств Россотрудничества. То есть тех людей, которые мы считаем имеет смысл обучать в России. В случае того, что это может быть перспективой для нас, что мы сможем из этих людей получить и людей, знающих Россию, и уважающих Россию, а может быть даже и любящих Россию. И это нормальная практика, здесь ничего нет такого уникального. Я, например, знаю, что американское посольство этим регулярно занимается. Все, кто едет по каким-то программам в США или по американским программам в Европу, сдают экзамены в американском посольстве и проходят собеседование. Посольство дает соответствующие рекомендации различным фондам и тогда эти фонды высылают приглашения и дают гранты. Вот я думаю, и мы бы могли это делать. И гранты, конечно, гораздо больше, чем стипендии. Это миллион сорок тысяч в год. И здесь главное, это проезд из родной страны в Москву и обратно один раз в год. Это стипендия, это проживание, уже не 20 тысяч, как в случае со стипендиями, а 30 тысяч. И это грант на 6 лет. Это 4 года бакалавриат и 2 года магистратура. И таких вот грантов мы предлагаем 10 в год. Теперь, что касается фонда, то фонд по переподготовке и повышению квалификации иностранных дипломатов, то здесь, если согласиться Валентина Ивановна и другие члены общественного совета, может быть, не сосредотачиваться только на странах СНГ, но иметь в виду и другие дружественные нам страны для них используют этот фонд. Потому что мы так или иначе, повторяю, обучаем даже слушателей с Тувалу и Науру за счет госбюджета. Так уж, если обучать, может быть, с помощью тех наших бизнес-структур, которые имеют крупные коммерческие интересы в Науру, Тувалу или в Казахстане и так далее. И вот мы предлагаем, исходя из наших возможностей с точки зрения площадей и преподавательского состава и в целом наших возможностей, таких вот 10 принимать групп по 2 недели. Мы так, как правило, и принимаем иностранных дипломатов на курсы по 10-15 человек в группе. И каждая группа будет обходиться где-то 7,5 миллионов рублей. Мы вот здесь, сейчас вы видите на экране схему, которые только что видели эту схему, вы ее убрали, да, значит, расходов, откуда 7,5 миллионов рублей. Ну, значительная часть, это, конечно, транспортные расходы. И вот, если мы согласимся в принципе с такой постановкой вопроса, то мы предлагаем, чтобы сейчас прямо определиться, кто из бизнес-структур готов в той или иной степени, по крайней мере, вступить с нами уже в конкретные переговоры. И те, кто готовы, создают вместе с нами такие юридические группы, наши юристы и ваши юристы. Они садятся и разрабатывают уже конкретные документы о том, как организуются стипендии, гранты и фонд переподготовки. И когда эти документы будут готовы, а мы надеемся, что они будут быстро готовы, как мне представляется, не так уж сложно их подготовить. После этого эти документы утверждаются на очередном заседании Попчистского совета или, если мы так с вами решим, в рабочем порядке, путем рассылки этих документов в Семен Попчистского совета. И после того, как они будут утверждены, официально утверждены в соответствии с нашим уставом, после этого начинают работать комиссии. Вот три комиссии по, повторяясь, стипендиям, грантам и по фонду. И эти комиссии, имея на руках документы, будут действовать естественно в соответствии с тем, что прописано в документах. Вот такие наши предложения. И я вслед за Валентиной Ивановной призываю представителей бизнес-структур, которые сегодня здесь присутствуют, выступить и сказать все, что они думают о наших предложениях. Да, и я, извиняюсь, единственное забыл, это, конечно, очень большое упущение. Валентина Ивановна уже отметила, что мы 18 сентября проводим торжественное собрание, посвященное 80-летию гип-академии в Большом театре, в том числе благодаря поддержке Валентины Ивановны именно в Большом театре. Так вот, Зевудин Гаджиевич Магомедов, руководитель группы «Сума», самым любезным образом согласился и организовать это мероприятие, и полностью его профинансировать. Все его аспекты, включая концерт «Лебединое озеро», включая торжественную часть и все остальное, что полагается после балета. Здесь присутствует заместитель Зевудин Гаджиевич, он собирался прийти. И вот вчера мы били переговоры, к сожалению, ему не удалось, но у нас присутствует Константин Александрович Панин, и я надеюсь, во-первых, спасибо вам большое за Большой театр и вообще за сотрудничество в Академии, и в том числе мы надеемся и вот и на этом поприще будем сотрудничать. Спасибо. Я присоединяюсь к словам благодарности, все от меня тоже передайте. Спасибо огромное, потому что действительно компания «Сума» сделала очень большое дело, достойно. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Евгений Петрович. Константин Александрович, вам слово. Большое спасибо, Антина Ивановна, большое спасибо, Евгений Петрович. Мы очень рады сотрудничать с Дип-академией во всех аспектах ее деятельности, понимаем важность и значимость работы, которую вы проводите, и понимаем это особенно остро, как компания, которая много работает в странах СНГ, и считаем, что задача повысить уровень доброжелательности к России, к российскому бизнесу, это наша общая задача, и надеемся с вами активно работать и в области стипендий. Мы, наверное, единственное, хотели бы добавить элемент один в эту программу, связанный с лучшим пониманием российского бизнеса представителями органов власти в странах СНГ, и, может быть, имело бы смысл предусмотреть возможности для их визитов на российские предприятия, возможности встреч с капитанами российского бизнеса. Если такой элемент появится, мы будем рады участвовать в этом тоже. Спасибо. Я бы хотела, Константин Александрович, конкретно сколько стипендий или грантов, или фонд, что ваша компания берет на себя? Валентина Ивановна, наше участие будет существенным, я думаю, мы все детали отработаем с Евгением Петровичем и внесем очень значительный вклад. Спасибо. Я думаю, остальные компании в таком же ключе будут выступать. Спасибо большое, Константин Александрович. Слово имеет Борис Михайлович Гаджаев, представитель МИД России в городе Ростов-на-Дону. Он расскажет сейчас. Да, благодарю. Спасибо. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Евгений Петрович, уважаемые члены попечительского совета, к сожалению, Хадрид Меджидович Сабмен, с которым мы знакомы долгое время, и Валентина Ивановна его хорошо знает, не смог по объективным причинам сегодня присутствовать на этом заседании, но тем не менее, вашу идею он горячо поддержал и попросил меня озвучить то, что он готов профинансировать и гранты, и стипендии, и пополнить фонд. Кстати, то, что он выделил уже 100 миллионов рублей для дипломатической академии, еще одно свидетельство того, что он уделяет очень пристальное внимание образовательным процессам, которые сегодня происходят в Российской Федерации, культуре и науке. И вот за последнее время, вот я посмотрел, вы знаете, это его личные средства. После того, как он ушел с поста президента, он организовал этот фонд. Вот детский садик, который он построил в Ростове, на дно, 340 миллионов рублей. 900 миллионов рублей он вложил в строительство лицея, храмы и все остальное. Это все финансируется за счет его личных средств. И мы очень благодарны тому, что Хадрид Меджидович с пониманием относится к нашим идеям в части поддержки дипломатической академии. И думается, что это не последний его будет вклад в то, чтобы дипломатическая академия получила особое звучание, особенно в юбилейный год. Благодарю вас. Я тоже хочу поблагодарить Хадрид Меджидовича, передать от членов Попечистского совета огромную благодарность. Он на самом деле пример такого бескорыстного мецената, спонсора, который очень щедро свои собственные средства дарует на очень благие и благородные дела. Спасибо большое. Отдельно спасибо за поддержку дипломатической академии. Передайте ему, пожалуйста. Спасибо вам. Спасибо большое, Борис Михайлович. Наше пожелание доброго здоровья Хадрид Меджидовичу. И мы очень надеемся на реальное участие в предполагаемых планах стать соучредителем грантов и стипендий. Ольга Александровна Плешакова, генеральный директор ООК «Трансайра», которая недавно присоединилась, вошла в член Попечистского совета и представляется ей слово. Спасибо. Валентина Ивановна Евгений Петрович. Компания «Трансайра» летает по более чем 200 маршрутам с более чем 40 стран мира и назначена именно нотами МИДа по всем этим направлениям полета. Поэтому для меня большая честь быть в Попечистском совете, альмаматор дипломатических работников Российской Федерации. И, конечно, мы, как никто, наверное, заинтересованы в качестве подготовки и переподготовки сотрудников и студентов. У нас есть большой опыт работы с посольствами Российской Федерации и большой опыт работы по корпоративным соглашениям. Поэтому, прежде всего, я предлагаю для сотрудников дипакадемии и, если это будет необходимо, студентов это корпоративное соглашение по специальным условиям. То, что касается участия в группах, которые будут работать, учиться по стипендиям или грантам, после того, как будет более конкретная, наверное, заявка, сколько человек, какие страны, на какое время года. Я уверена, что перевозкой вплоть до со стопроцентной скидкой есть только одно но, что есть платежи, которые мы оплачиваем государству в виде аэропортовых сборов и навигационных. Это то, что необходимо в будущем просто обсудить. Но после получения конкретики, безусловно, мы с удовольствием включимся в эту программу. Спасибо, Ольга Александровна. Очень надеемся, что вы вольетесь активно в работу Почтиского совета. Следующим записавшимся выступающим у нас Сергей Александрович Григорьев. Он представитель совета директоров ОАО «Еврохим», заместитель генерального директора ОАО «СУЭК». Прошу Вам слово. Спасибо большое. Ну, в данном случае, когда говорим «Еврохим», говорим «СУЭК», мы говорим имя нашего собственника Андрея Игоревича Мельниченко. Ну, в общем, о нем речь и идет. Представляя его интересы, мы здесь находимся. Мы говорили с нашим собственником, он представитель совета директоров в наших компаниях. У нас есть интерес. Мы, безусловно, как было здесь сказано, детали отработаем, но определенные уже какие-то, скажем так, позиции с Евгением Петровичем сегодня вот в ожидании успели обсудить. Но хотелось бы вот чего? В большей степени какой-то конкретики. Вот просто если условные степени куда-то уходят, может быть, нам было бы не так интересно. Вот по компании «Еврохим» у нас есть две страны СНГ, с которыми мы много работаем и будем работать еще больше сейчас. Казахстан и Беларусь. Вот мы говорим, давайте мы найдем конкретно кого-то из Казахстана и Беларуси. Ну, вот здесь говорилось о том, как работают западные державы, о том, что такое софт-пауэр. Ну, нет ничего плохого в этом лоббировании, но нам надо понимать тоже, с кем мы работаем. У нас большие проблемы с нашими партнерами на нашем направлении, скажем так, на российском, которые представляют тот же самый МИД и Казахстан, хотя там руководство хорошее, мы знаем, но дальше все становится сложнее. Та же самая проблема с Беларусью. Давайте мы будем готовить кого-то, кто будет в курсе и с кем мы как-то будем взаимодействовать. Я думаю, что это не значит, что человек, который придет, получит грант от «Еврохима», потом он будет говорить, я представляю интересы «Еврохима». Нет, это не так. Но это значит, что все-таки мы понимаем, что это есть человек, к которому мы можем как бы обратиться и сказать, что вот ты не забывай, когда вот там будут наши ежегодные собрания членов правления, другие какие-то вещи, мы тебя растили, мы тебя не кинем. Ну, в общем, это нормальные такие какие-то лоббистские вещи, которые были бы, ну, в пределах, я бы сказал, ну, нормальных законодательных норм. Вот это надо, как следует, нам обсудить, потому что абстрактные истебедии, это хорошо. Но мы в данном случае вот выступаем за конкретику, мы понимаем, какие у нас сейчас годы предстоят непростые с точки зрения расходования денег. Просто и денег на благотворительность. Вот то, что только что говорила передо мной уважаемая руководительница компании Трансайр, это тоже важно, да, можем ли мы эти деньги как благотворительность переводить, надо отработать, Евгений Петрович, или же есть какие-то другие возможности, потому что мы достаточно сейчас какие-то просто, скажем так, выдачи денег куда-то ограничиваем, да, мы стараемся все это структуризировать, пускать через фонд с тем, чтобы это было соотносимо из правильной налоговой политикой и с другими вещами, да. Работаем в белую, все это делаем как бы открыто, но тогда детали надо действительно нам обговорить и отработать. Думаю, что это вполне возможно и вполне как бы достижимо. Вот. А так мы только за. Знаете, вот я бы очень поддержала то, что сказал Сергей Александрович, когда речь идет об именных стипендиях, именных грантов, так и должно быть написано, что имя РЭК там Джанибекова из Казахстана получает именную стипендию от Еврахима, чтобы это не было обезличено. В этом ценность этих стипендий. И если Еврахим работает в Казахстане и в Белоруссии, значит надо так и сделать, чтобы стипендиаты именно от Казахстана и Украины получали стипендию Еврахима, потому что это некая потом будущая кадровая составляющая, которая будет сотрудничать, способствовать, поддерживать компанию в том числе. Ну и не только это. Когда мы говорим о социальной ответственности бизнеса, это будет звучать и в Белоруссии, и в Казахстане, что Еврахим дает именно стипендии именно студентам из этих стран. Поэтому мне кажется, вот в идеологии этих грантов и стипендий надо обязательно исходить из этого, Евгений Тручь, и как можно быстрее подготовить предложение предметно уже для компании. Всего за поддержку. Я несколько слов добавлю. Значит, вот что касается, как переводить деньги и так далее, вот для этого юристы и соберутся. Ваши и наши, может быть и вы лично будете участвовать, и я. И у нас есть уже варианты, я не хотел просто в деталях все это говорить. Теперь что касается кандидатов. Если речь идет о стипендиях, то, как я сказал, это те люди, которые направляются МИДом соответствующим. Вот вчера мы получили список из казахстанского МИДа, 26 человек. Они хотят все отличники учебы. Вы можете одного из них выбрать и уже начать. Почему одного? Или 10. Почему вы ограничиваете возможности компании одного? Ну, уж. Может, они все 26 возьмут, но не надо. Им же нужна мощная лоббистская сила потом в Казахстане. Это первое. Что касается гранта, вот как сказала Валентина Ивановна, вы не просто можете обозначать, что вот этот чек, который ваш грант получает, а вы выбирать его можете, о чем я и говорил, с помощью посольства, Россотрудничества, с помощью своих собственных людей, которые находятся в Казахстане. Приглашать сюда, мы его будем просто обучать. Это будет ваш человек с самого начала, может быть, вы даже с ним подпишите бумагу о том, что он обязан будет на вашу, что называется, работать. Я имею в виду, в хорошем смысле слова, в вашей компании. Поэтому это, конечно, имеется в виду. Я вот немножко так разрядить в развитии темы. Мне кажется, что в последние годы мы очень многое потеряли в подготовке кадров в целом для наших партнеров из зарубежных государств и недооцениваем значение этой работы. Вот мы только что по горячим следам и только что вернулись вчера поздно из Алжира. За годы советской власти России подготовлено 12 тысяч специалистов для Алжира. Сегодня все эти люди, они занимают знаковые позиции и в бизнесе, и во власти, и в парламенте. Это такая мощная-мощная российская сила, которая там имеет большое влияние. Мы встречались с ассоциацией выпускников наших вузов алжирцами. Ну, во-первых, любовь бесконечная к нашей стране. Ностальгия не знаю какая. Они говорят, раньше 300-400 человек в год обучалось, а сейчас нам дают 30-40 стипендий всего. 20, ну 20, то есть совсем ничего. Конечно, они заинтересованы в том, чтобы и может быть поэтому, что там такое большое лобби выпускников наших вузов. Вот мы вывезли из Алжира ощущение того, что в Алжире все высшее политическое руководство, и не только на уровне высшего политического руководства, сохранилось глубочайшее уважение к России, уважение к нашему народу. Они выступают по многим международным проблемам или со сходными, или абсолютно одинаковыми позициями с Россией. Они не поддержали резолюцию ООН и других международных организаций, антироссийскую, связанную с Украиной. Они дают адекватные оценки того, что происходит на Украине, разделяют нашу озабоченность и нашу точку. То есть они вот наши настоящие партнеры-друзья. В том числе потому, что у нас связывает такая история и в части подготовки кадров. А что уж касается подготовки дипломатических кадров, я думаю, что если бы нынешний министр иностранных дел Украины закончил ГИМО или дипломатическую академию, он не позволил бы себе с трибуны ООН оправдывать бендеровцев, оправдывать их преступления и выступать с таких неприемлемых позиций. Думаю, что точно бы не посмел. Спасибо большое за очень ценные мысли в развитии идеи соучредительства грантов и стипендий. Если позволите, я хочу предоставить слово Юрию Анатольевичу Чеханшину, который любезно согласился выступить тоже в развитии темы. Большое спасибо. Я полностью поддерживаю позицию, которую выступил Владимир Валентинович. Действительно, это самое полезное дело, которое мы сегодня принимаем решение совершить. На международной площадке как никогда сегодня позиция России должна укрепляться. И мы, работая на площадке евразиатской группы, на площадке ФАД, видим, что там, где есть наши возможности, есть наши союзники, там и решается вопрос. И даже вот та ситуация, которая складывается на сегодняшний день, что в июне месяце должно было пройти пленарное заседание ФАД в Москве, но оно заблокировано рядом стран, мы сумели решить вопрос, чтобы провести евразиатское пленарное заседание практически параллельно. И только благодаря вот этим нашим взаимоотношениям, благодаря тому, что есть союзники и выпускники дипломатической академии в тех странах, которые приедут сюда. Это как бы ответный метод. Мы всячески постараемся поддержать решение ваше и принять активное участие в решении этих вопросов. Спасибо большое, Игорь Анатольевич. Если желающие выступить в развитии темы, пожалуйста, слово имеет Андрей Юрьевич. Я просто хочу исполнить возможность этой площадки. Хочу вам доложить, что позавчера был первый международный рейс в аэропорту Симферополь. Это рейс из Еревана в Симферополь в служебный борт таможенной службы России. Наверное, это недостаточно. Ну вот пока не регулярный, но будем работать. Просто хочу сказать, что это такая чувствительная тема. И я недавно встречался с послом Индии в Российской Федерации, обратил внимание на Крым, на возможности инвестиционные и так далее. Он заинтересовался той ситуацией, сказал, что бизнес индийский, особенно который сейчас работает в России, с удовольствием приедет в Крым и посмотрит гостиничные возможности этого региона. Я просто хочу обратиться к присутствующим здесь, что количество мероприятий в Крыму с международным оттенком в ближайшее время было бы крайне желательно. Потому что приходится общаться с компаниями и отечественниками, как резидентами и нерезидентами. Репутационные риски весьма велики для них. Но для Крыма, для нашего региона, Крыма и Севастополя, такого рода тусовки были бы крайне важны и необходимы. Обращаю внимание, таможня России готова поддержать любое начинание. Спасибо. Служебную документацию. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Если желающие, пожалуйста, Игорь Сергеевич, пожалуйста, Вам слово. Спасибо большое. Ну, я считаю, что сама идея, наверное, ни у кого не вызывает сомнения. Конечно, эта работа требует большого внимания по всем направлениям. Дип-академия, естественно, это только одна часть этой большой работы с иностранными студентами и специалистами. Мне кажется, что, учитывая специфику дип-академии, есть несколько вопросов, которые, если более системно решить, то, наверное, легче будет и работать с бизнес-структурами при определении их участия. Ну, во-первых, мне кажется, что уже говорилось, необходимо систематизировать страны, где у нас должны быть приоритеты. Это должно быть не просто веер, вот так вот захотели, там откуда-то с островов, там откуда-то. Наверное, это было бы хорошо, когда мы очень неограниченные средства имеем. Учитывая, что средства ограничены, мне кажется, для себя надо выстроить приоритеты. Валентина Ивановна называла уже приоритеты страны СНГ, ну и дальше у нас есть, наверное, целый ряд государств и в Азии, и в Африке. Вот, допустим, группа Сума активно работала по подготовке ОТЭС, мы вместе сотрудничали, и у них большие интересы в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона, тем более, что это полностью совпадает с программой правительства о развитии Сибири и Дальнего Востока. Там многие компании здесь присутствующие работают. Значит, надо посмотреть, наверное, вот по тем странам, которые, где у нас более перспективные, долгосрочные экономические, политические интересы, с которыми надо работать. То есть, первое, систематизировать вот эту шкалу ценностей в отношении стран. Второе, мне кажется, тоже имеет значение также для наших участников этого проекта, а именно, каковы целевые курсы. Сегодня есть те, кто по линии МИДов приезжает, соответствующих стран, ну, здесь, так сказать, полный набор курса, которые, курсы, которые необходимы. Но вот, мне, например, с моей точки зрения при отборе, я вижу вот по сегодняшней работе большой дефицит специалистов в области международного права. И вот огромные, ну, непонимания или сложности возникают через разную трактовку тех, казалось бы, классических представлений принципов международного права. Сегодня мир меняется, многие вопросы меняются. Экономическая дипломатия, наверное, это тоже для наших коллег бизнес-структур имело бы значение, чтобы в этой области было больше взаимодействия. То есть, вот, страновая система, какая-то системная, может быть, шкала ценностей. И второе, те направления работы, где могло бы быть больше совпадения с интересами бизнес-сообщества. Это, в принципе, можно сделать. И мы через наш совет готовы какие-то рекомендации и какие-то содействия оказать. Потому что, конечно, я, например, вообще не сторонник, вот просто давать деньги, а там использую, как использую. Конечно, когда компания видит целевое назначение той помощи, которую она оказывает, и возможное, тут не вопрос, что этот человек на тебя будет работать. Просто лицо будет знакомое, которое, как вы сказали, в дальнейшем может занять такое-то положение, и которым просто можно позвонить и говорить, и легче устанавливать отношения, которые сегодня в значительной мере предопределяют успех или не успех того или иного дела. Поэтому, вот, мне кажется, что нашим коллегам из бизнеса, наверное, будет легче определяться, когда они будут иметь более подробную информацию, раскрывающую возможные средства их, приложения их интересов. Спасибо. Можно, сейчас секундочку, коллеги, Игорь Сергеевич, по-моему, очень правильно акценты расставил. Это, конечно, задача МИДа. Когда Евгений Петрович докладывал, я уж не стала включаться. Но при всем уважении к перечисленным островам, мы должны со всеми сотрудничать, но, конечно же, надо определить приоритеты для важных стран, для нас и там, где нам нужен ресурс влияния. И поэтому хотелось бы, чтобы в Министерстве иностранных дел в этом смысле работало не то, кто попросится, да, а предмет на наших интересах, по нашим приоритетам. Абсолютно правильно. В кармоне директора. Да, у нас директор департамента здесь есть от МИДа, да, кадров тем более. Вот это просьба передать и руководству, и через вас это проходит, чтобы это не было эклектическое такое собрание неких заявок или пожеланий, набора пожеланий и пересылка в Дип-Академию, чтобы вы не почтовым голубем были, а чтобы вы обрабатывали, понимали, что надо, и, может быть, даже инициировали те страны, на которых мы заинтересованы, в которых заинтересованы члены попечительского совета, где они работают. Просьба вот эту работу скорректировать, конечно. Спасибо большое, Антон Ивановна. Игорь Сергеевич, есть желающие? Да, Александр Владимирович, проектор по науке. Я хотел просто одно слово сказать, как имеющее отношение к Оксфордскому университету, как там устроена стипендия, как можно было бы сделать. Во-первых, зачисление на учебу и оплата – это два разных вопроса. То есть тебя могут зачислить на учебу, но не дать оплату. Да? Но с другой стороны, одновременно человек подает на зачисление на учебу и на какие-то стипендии. Там существует множество стипендий разных, в том числе вот таких именных, от различных фондов и организаций. То есть может быть стипендия, скажем, вот имена и стипендии Еврахима или там Трансайра. Причем в этой стипендии, да, ну, она, например, про нее на сайте написано, это учреждение, что одновременно подавая заявление, скажем, в Депакадемии, вы можете подать им на такие-то, такие-то стипендии. Причем в стипендии, в условиях стипендии четко оговаривается, кому ее дают. Вот, скажем, только гражданам Белоруссии и Казахстана, да, могут какие-то еще условия вплоть там до возраста и так далее. Вот. И создается какая-то комиссия, ну, из представителей того, кто дает стипендию, там, и, скажем, общественности, представители Депакадемии, которые, ну, справедливо дают, ну, скажем, поступило там 10 человек из этой страны, а стипендии на двоих, то есть надо решить, кому им из этих двух, из этих 10, какие две дать. Ну, вот, я думаю, что такой способ можно использовать, тогда мы будем точно знать, кому именно мы даем, и сам человек изначально будет знать, может ли он на нее претендовать, потому что если он, ну, например, вот в Оксфорде есть только для граждан России там одна стипендия, там принимают около 10 человек, значит, другие уже не подают на нее. Ну, или там для граждан Содружества, или для граждан ЕС, там, разные такие варианты существуют. Спасибо. Я думаю, что и бизнес, и вот ваш коллега, проектор поднял правильный вопрос, надо ускорить подготовку, вот, нормативные, что называется, базы для этих именных стипендий и грантов, и сделать это привлекательным вместе с бизнесом. Вот мы условно, ну, на Еврахиме со Светодорфеев, Еврахим говорит, мы даем 20 стипендий. 20 стипендий в таких-то странах, да, и это должно быть уже правильно там обусловлено, кто имеет право претендовать, на каких условиях там и так далее. Там компания Сумма дает тоже 20 стипендий или грантов и говорит, нам интересны вот такие-таки страны. Тогда это будет иметь и такую сосисательность, и привлекательность, и адресность этих стипендий. Поэтому надо побыстрее подготовить, чтобы мы с сентября запустили уже, да, у нас мало времени, вывесили на сайте, отработали механизмы, как это будет работать. Так что давайте вот и лучший опыт международный в этом учтем. Пусть у нас скромнее, но начинать надо цивилизованно, чтобы это выглядело солидно. Спасибо большое, Валентина Ивановна. Евгений Петрович. Ну, я буквально два слова, естественно, всем огромное вам спасибо. Мы очень заседали недолго, один час, но мне кажется, очень продуктивно, по-деловому. И меня вдохновляет, помимо всего прочего, то, что ни группа Сумма, ни другие компании не возразили против тех цифр, которые сейчас озвучил Валентина Ивановна. 20 стипендий, ваших 20 стипендий. Ну, опять, знаете, здесь, ну, фраза, зачем бы вы любожью ограничить, а вдруг они побольше захотят? Надо спросить их возможности же, пожелания, и это... Сергей Александрович, правда, делает вид, что он не слышит, но на самом деле он все слышит. Да он все слышит, он все знает. Так что я предлагаю вот то, что сказала Валентина Ивановна, не хочу назвать это указанием, но призы Валентины Ивановны реализуем и уже в ближайшее время вот сядем вместе, да, юристы, прежде всего юристы наши и ваши, и сделаем так, чтобы было и вам выгодно и удобно, и государству нашему, и, ну, и в том числе... Сергей Александрович, на один раз в ресторан в месяц ходите меньше, и, представляете, есть стипендия, а человек будет носить имя Еврахима на всю оставшуюся жизнь. Ну, это для вас это чашка кофе, я так понимаю. Я правильно понял, Евгений Троевич, что речь о чашке кофе идет, так вот, по вашему, нет. Дело в том, что о 20-ти говорили. Сколько вы мало прожили на Западе, не больше 10 лет, по-моему, вы, наверное, не знаете, но там есть еще стипендии именные, в каком смысле, ваше имя не можно назвать стипендия, то есть, скажем, стипендия Григорьева, Мельниченко. Собственно, МГИМО ведь так и есть, да, Шотиева фонта. И это не возбраняется, конечно. Ну, конечно, надо это вот дорабатывать до ума, вот эту систему довести, чем раньше, тем лучше. И, опять-таки, конечно, вот у нас есть ряд видов, скажем так, то, что мы называем наши социальные деятельности, социально-ответственная компания, которая все-таки, ну, не подвергается, скажем так, налогообложению. То, что мы платим, и то, что для компании выгодно. Если это тоже можно как-то было бы изучить и в законодательном плане, потому что очень часто вот существуют вещи, я могу сказать, вот последние годы, ну, спорт высоких достижений тоже, ну, просто замучил. Всем на каждой спортивной клубе, в каждом регионе, ребята, дайте большие деньги, все понятно. Но у всех есть депутаты, у всех есть люди. Ну, давайте в Думе поставим вопрос о том, что спорт высоких достижений все-таки как-то списывается с налога. Вот. Подобная же вещь может быть и с точки зрения, а это даже с моей точки зрения важнее может быть, о чем мы сегодня говорим, чем спорт, да. Подобные же вещи тоже, они как-то могут не затрагивать налоговую базу, а исходить из других платежей. Вот мне очень понравилось выступление представителя Трансайера, да, я все время буду гордиться и говорить, что я теперь последователь этого учения, потому что она очень четко сформулировала. Ну, конечно. Да. Ну, вот. Гордость. Поэтому вот здесь очень важно это отфиксировать. Как только поступит вот эта льгота, это ускорит процесс удвоения. Что касается льготы, закон в Думе, такой проект закона лежит, о благотворительности и спонсорской деятельности, к сожалению, пока продвигается медленно, но мы будем этому содействовать, потому что это относится и к культуре, и к образованию в первую очередь. К социальной помощи, здравоохранению и так далее. Действительно, во всем мире эта практика есть, только у нас Минфин боится, что мы откроем черную дыру и туда все бюджетные деньги утекут. Это на самом деле не так. Будем работать над этим. В общем, креативненько надо подойти. Креативненько. Евгений Татьянович, не просто дайте деньги. Дадут, только надо заинтересовать. Спасибо, Евгений Татьянович. И я обещаю вам, что мы еще постараемся найти партнеров. Ну вот, в том числе, Александр Владимирович Салтанов сегодня нам ничего не сказал, но мы с РЖД очень тесно сотрудничаем. И, по-моему, вы намекали, что тоже есть какой-то интерес, да, к обучению не только своих сотрудников, они своих сотрудников у нас-то обучают. Ну, к сожалению, я должен сказать, что на данный настоящий момент мы воздержимся. Просто в силу объективных обстоятельств, существующих у нас, в силу того, что и наши собственные программы уже, они все затверждены. Но это не значит, что для нас эта тема закрыта на будущее. А так мы, естественно, продолжаем сотрудничать. Слава Богу, полторы сотни человек наших сотрудников прошли обучение на различных, в различных формах обучения в Дип-Академии. Кстати, и стоимость этих программ уже там миллионы рублей. Так что мы это взяли на заметку. Спасибо. Тогда решите всех поблагодарить еще раз. Спасибо огромное. Я надеюсь, что мы оправдаем те надежды, которые сегодня у нас возникли. Я попрошу решение попечительского совета записать. Не позднее 15 июня доработать положение о стипендиях, грантах, согласовать с членами попечительского совета, участниками этих программ, вывесить потом на сайте, с тем, чтобы с сентября мы уже запустили эти программы. Поэтому здесь просьба как можно быстрее отработать. Все, ну вы так можете принять, ну там... Да, да, да. Все, да? Вот так... Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...